Которые находятся на подложке Давайте сейчас Чтобы все было в деталях видно Да, давайте, давайте Все достоинства Да, вот в деталях стоит матрица балометров В виде сетки По краям металлизированные поверхности И небольшое согласование А, собственно, согласования особо нет Просто проводник упирается в край Почему металлизированные поверхности? Она что, в волноводе что-то? Меньше Как только мы открываем торец И с него идет излучение Поэтому пиксел Еще раз, это модель Давайте мы обсуждать модель Нет, я согласен У вас там собственные ноды Волноводы получаются Подождите, какие там? Все ноды, которые здесь есть Они все учтены Если у вас граничные условия электрические Они не электрические Условия излучения Вот просто стоит металлическая поверхность Нет, если у вас стоит металлическая поверхность То граничные условия Где-то тенциально равно Это динамичный Стоп, стоп, стоп Стоп, стоп, стоп Так что ли? При чем тут приехали? Ну, при том, что вы волновод принестили вашу ухудшую и все. Ну, это вы назвали эту поверхность волноводом. Назовем это контейнер, как традиционно. Да как угодно назвать. Это металлическая поверхность. Условия излучения. То есть, это не граница модельной задачи. Граница, она дальше идет. Частично, да, я экранировал. Это волновод у вас. Ну, если это квадратный, то у него импеданс на контейнер-класснический. Соборно пространство. Нет, надо просто прояснить нам, что на контакт, на тартах. Это условное объединение металлического. Нет, еще раз. Я бы всем про другое хотел говорить. Ну, давайте, хорошо, давайте так. Нет, такая конструкция физически существует. То есть, мы можем нашу пластинку размером, который может быть там 3 на 3 миллиметра, поместить в... Волновод. Называйте это волновод. Вот волновод, когда это длинная структура, в металл, а что волна. Скорее, в контейнер, закрытый сбоку. Если высоко отрежем волновод, то все равно там будут моды волновода. Да пусть они будут нам не мешать. Уравнение Гейнгольца, извиняюсь. Они нам не мешают, эти водоволноводы, пожалуйста. Пусть они будут. Да. Значит, тут разные моменты рассматривать. Значит, вот две конструкции. Когда эти полоски металлические, и когда полоски с нерезистивными тонкими проводниками, ну, порядка 50-100 кОм показывает расчет, что они уже не влияют электродинамически на потери, на согласование и прочее. И резистивные, это не одно и то же, да? Это не одно и то же. Нет, резистивные, они высокоомные. На них не наводится волна. Вот сегодня обсуждали, как влияют сопопроводящие дорожки на импедансы. Когда там 100 кОм стоит импеданс между вибраторами, ну, оно уже мало влияет. И не мог просто терминология, опять же, базовая, на уровне студентов первого полоска. Вы говорите, металлические полоски, нерезистивные. Это вот жидкое и холодное. Либо жидкое, либо холодное. Ну, хорошо, металлические, так считается, совершенным проводником, с точки зрения программы, без учета потерь. А что вы называете совершенно проводник? Без учета потерь. Без учета потерь. Педиальный проводник. Ну, перферкондатор. Я просто пытаюсь понять, что же вы хотите тут представить. Хорошо. Резистивные, это объемный резистор. Хорошо, объемный. Вот у вас по-моему, во-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо. Такая вот структура. Я просто хочу показать, что у нас происходит от неоднородности. Вот эта структура однородная. Как бы изначально, да? Если это структура однородная, то уровень кросс-поляризации, порождаемый протеканием несимметричных токов, граничными условиями, ну, по расчетам он достаточно мал, я пугать народ не хочу, тут уже много своров было о том. Расчетный электродинамический уровень порядка минус 25, минус 35. Стоп, вы уже к результатам пришли, а вот как вы вообще все это считали? Кросс-поляризации, к чему? Хорошо, 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 ну давайте, хорошо, сначала, не о чем просто... Хорошо, хорошо, вот на эту конструкцию сверху падает перпендикулярно ее, в поверхности падает плоская волна. Граничные условия поглощения, границы здесь они еще отступают от этой конструкции. Значит, в центре вот этих вибраторов или сетки помещаются, будем сказать, балометры, которые моделируются этим поглотителем резистивным сопротивлением, его интегральное сопротивление задает. То есть, вот здесь маленький кубик, поглощающий. Мы считаем мощность в каждом из этих кубиков, которая породилась от падения плоской волны. В местах пересечения что у вас там? Здесь просто соединение гальваническое. Можно имитировать емкости. Вот момент такой. Значит, если мы в такой конструкции падает плоская волна, за счет чего возникает кросс-поляризация? Это не симметрия по границам. У нас граница нарушает однородность вот этой структуры сеток. От металла отражаются волны, загибаются. Далее, там, обтекают эту конструкцию. Соответственно, получается некоторый элемент кросс-поляризации. В основном влияют углы, как показывает расчет, больше, чем остальные моменты. Не-не-не. Если металл сбоку убрать, будет еще хуже. Подложка начинает немножко излучать вбок. Волна ее огибает и заходит. А третьих вариантов никаких нету там? Нет, нет. Только металл есть ли вы убрать его? Нет, резистивно. Самое лучшее, это когда резист мы помещаем, поглощающий место металла. Но резист тут тоже свои моменты есть. Есть третий, когда резистивное окружение. То есть вот эта подложка с напыленными сетками помещается в резистивную среду. Это еще лучше. Я о другом хотел говорить. Как влияет вопрос неоднородность матрицы баллометров на уровень просполяризации? За счет чего может возникать неоднородность? У нас могут меняться ширина проводников. Может меняться импеданс баллометров. Или вот это абсорбера у них импеданс. Могут появляться дополнительные проводники для тока смещения, для изображения емкости. Несимметрия положения баллометра относительно вот этих вибраторов. И вот другие подобные конструкции. Задача стояла здесь вот в этом расчете. Я не первый раз его показываю. Но в принципе просто он характерный достаточно. Никуда не денется, как не считай. Задача следующая была. Как влияет вот эта неоднородность на уровень просполяризации? Как считается скорость поляризации? То есть мы вот здесь вводим неоднородность, пересчитываем эту задачу. Или делаем, точнее говоря, даже так. Каждая неоднородность приводит к порождению некоторой мощности, которая нарушает однородность этого гоня. Куда эта мощность попадает? Ну так на первый взгляд можно прикинуть, что да, если мы поставим здесь источник вместо баллометра, источник неоднородности, эквивалентный по напряжению и полю. Ну, нет, вместо неоднородности мы можем поставить источник. Ну да, мы можем базовое поле вычесть, имитировать неоднородность дополнительным источником излучения. Вот что-то как-то... Нет, ну это метод в радиотехнике давно известный. Когда мы можем вместо влияния элемента, влияния технологии, влияния неоднородности заменить эквивалентным источником, скажем, напряжения или тока, или мощности, который это влияние будет имитировать. Куда это все идет? Вот здесь есть разные примеры. Вот показаны четыре вида расположения источников неоднородности. Вот первый, когда он прямо в месте включения баллометра, второй, когда рядом, третий ближе к центру, четвертый перпендикулярно, ближе к центру, ближе к баллометру. От чего они зависят? Ну вот мы сегодня видели эти конструкции. Баллометр идет немножко вбок, уходят проводники от него питания. Характерно, значит, что получается? Куда идет вот эта мощность, которая порождена технологической неоднородностью? Вот для разных примеров она разная, но мы видим, что первое, что излучается, как правило, небольшая доля мощности. То есть волна, которая попала в этот резонатор, в подложку, назад она излучается дополнительно мало. Ну, известно, что, скажем, в свободном пространстве, если на вибратор попала волна, если он не согласован, он ее переизлучает в разные стороны. Какие могут быть технологии неоднородности? Первое. Ширина проводника меняется. Мы пишем, что он там 100 микрон, а он не 100 микрон. А он не 10 микрон. Толщина меняется. Электрическая проницаемость подложки. С технологами общались. Насколько у них ширина может в ходе фотолитографии измениться? Ну, даже микрон-то он чувствуется уже. На уровне кросс-поляризации даже изменение такой ширины может чувствоваться. Неоднородность подложки тоже. Уходы размеров это 10-е более микрона. Если вы что-то говорите, что это вообще не влияет, тогда вы вообще получали бы прекрасные результаты. Можно вопрос, я как-то могу попытаться примерить, как бы, этот вопрос. Дело в том, я пересомнил вопрос, привязаны ли понятия неоднородности у докладчика к неоднородностям параметрам, известным из практики, или нет? Можно так, можно так пересомнили? Вот я бы сказал так, вот сейчас это в относительных процентах идет. Эти проценты вы можете, можно ли, достаточно легко уйти. Это не приятный или не приятный? Ответ нет. Давай так, вот на этой таблице нет. На этой таблице нет. Не надо обижать, докладчика. Да, еще раз. Предложения, участики, скажите. Фантазий тут никаких нет. Вопрос ведь в чем? Что мы рассчитываем то, что, условно говоря, те модели, которые обобщают разные виды технологических, неоднородностных. То есть, если вы скажете, у меня на один микрон ушла ширина какого-то проводника, я сразу вам скажу, а к чему это приведет? У меня есть предложение объединить усилия двух дискутирующих активно членов нашей команды в приложении неоднородности известных Саши Соболева в программном продукте, разработанном... Пожалуйста. То есть, если такая данная есть, потому что у меня им просто... Нет, с удовольствием я готов взять эти неоднородности, размеры, параметры и прочее пересчитать в кросс-поляризации. Тогда это будет интересно всем, потому что сейчас это немножко эластический характер. А какие-то что-то вы рассчитывали, и какие размеры у вас... Нет, это полуволновый вибратор из расчета антенн, когда вот это пол- лямбда пополам примерно, как и в традиционном таких антеннах делается. Это кусочек массива лямбда пополам. Нет, вот массивы брались из каких соображений? То есть, это есть уже в дизайнах, и брались цифры... В том числе и с дизайном, да. Такой дизайн предлагался для расчета. Нет, нет, дизайн это абстрактный, а я имею в виду от размеров, от какие там пещели, размер вибратора, тоже может зависеть просто нарезаться. Поэтому хочется на входе видеть цифры... Нет, ну здесь вообще говоря, это цифры взялись из условия наилучшего подращения. Поэтому они примерно лямбда пополам. С точки зрения кроссполяризации могли бы быть немножко... Есть другие конструкции, которые получше, но они меньше подращены. Просто другое характерное, о чем речь, что... Я бы сказал так, что таких вот электродинамических и общих конструктивных жестких ограничений на подобные конструкции не обнаружено. То есть с точки зрения электродинамики, в однородной структуре мы достаточно низкий получаем уровень кроссполяризации, расчетный, конечно. И граничные условия, даже металл, который нарисован, хотя это не лучшая среда, а лучший поглотитель, хотя, как говорили, все сложнее сделать. Они не дают нам высокий уровень кроссполяризации. Все остальное будет определяться технологией. То есть разбросом сопротивлений абсорберов и другими подобными факторами. То есть вот мы смотрим долю мощности, которая попадает в качестве кроссполяризации. То есть, допустим, у нас один баллометр неоднородный, но в худшем случае вообще он замкнут или имеет совсем не то сопротивление. Какая доля мощности от него попадет в качестве кроссполяризации на соседней? Ну вот, да, где-то от 8 и иногда до 55%, когда у нас влияние вот такое. В четвертом случае, когда влияние, то есть ненародец находится непосредственно рядом с баллометром. Когда мы вот здесь что-то испортили, то влияние на соседние порядка 8-10%. Влияние на собственный баллометр, неоднородности, конечно, больше. Что и характерно, с точки зрения, есть мода или нет, разговор ни о чем. Мода всегда есть. Другое дело, какой у них коэффициент затухания в такой структуре? Он достаточно высокий, то есть в 2-3 ячейки у нас большая часть энергии волны затухает. В частности, доля мощности, которая поглощается на торцах, за исключением редких диполей, она составляет в согласованных системах от 1 до 4%. Если мы в центральной области что-то меняем. Ну вот, имеем неоднородность в относительно центральной области. То есть большая часть этих мод затухнет. Потому что все, что не затухло, вот оно и вышло в торцы. Мы это сразу видим в процентном отношении. Что еще можно отметить? Что если мы ставим редкодипольные конструкции, то есть не сетку металлизированную, а диполи, которые соединены, например, резистивными полосками для смещения, тогда, соответственно, доля мощности в кросс-поляризацию несколько падает, попадающая, особенно для редких диполей, больше возрастает уровень излучения назад, поскольку не все поглощается в подложке и уходит, и больше на границе. То есть, понятно, редкая структура как раз не препятствует распространению поверхностных мощностей. Частая сетка препятствует, и у нас уже доходит мало. Вот один момент, который я хотел здесь отметить. Это же не доклад, а в качестве риска. Это же не доклад, а в качестве риска. Сейчас переоткроется. Ну давай. Я просто два слайда покажу. Который касается расчета подвешенных структур. Знаешь, вот я их предлагаю сейчас, делав, как сразу Соболин говорит, Маругин предлагает. И это идея, которую надо обсуждать. Потому что у них сразу говорится, что свои особенности есть. Да, или куда. Вот просто момент такой. Безлинзовая открытая конструкция. Просто стоит металлическое зеркало, как отражатель. Ну, подложка, такими словами, металлизированная. Сверху антенка. Небольшая антенка. Цент усиления 16 дБ получается, если антенна находится в подвешенном состоянии в воздухе. Все портит кремний. Как только мы входим в кремний, из него излучается очень плохо. Длина волны становится очень короткой. Если антенна в воздухе, а чип, соответственно, в подвешенном состоянии, то, по идее, мы получаем диаграмму направленности, которая уже могла бы облучить зеркало телескопа. И, соответственно, в обратном направлении принимать. То есть даже без линз, без зеркал и без других конструкций. В этом смысле она спасла. Другое дело, как это технологически сделать, да? Это, наверное, технологически плохо. Но самые-то такие, что ли, четкие результаты расчета, они как раз получаются в подвешенном состоянии. Ну, здесь вот конструкции почти уже... Каждый пиксел почти как сам телескоп получает. Снимаю зеркало 7,6 мм. Большой достаточно. Ну, похожая картина, только не с такой устрой диаграммой, она и на 4 мм. То есть другое дело, что... Вот, нарисовано. Что в этой ситуации у нас сам балометр вместе с антенкой подвешен. Антенка может быть отдельно сделана. Ее размеры порядка... Ну, порядка миллиметра. Ну, полмиллиметра где-то. Она должна быть как-то закреплена, подвешена. При всей технологической сложности такой конструкции есть один плюс. Побочных волн не распространяется. Не просто физически, не где распространяться. Точность юстировки 10 мкм достаточно будет. Да? К чему это приведет? К тому, что луч будет отклоняться. Просто поляризация не появится. Смещение на 10 мкм. Луч будет отклоняться, но все равно он достаточно, может быть, острый. И попадать в телескоп он будет. Другое, что он будет там чуть-чуть смещен. Как и в линзе. А зеркало выгонятое? Зеркало, да, сзади стоит. Сзади зеркало, оно... Проболическое или экземерическое зеркало. Более того, зеркало можно расфокусировать. Нам не нужна вот такая диаграмма узкой направленности. Оно даже могло бы быть чуть-чуть. Это, опять же так, материал для дискуссий по поводу таких открытых систем. То есть, если бы мы вот этот чип, скажем, балометра, размером, который, скажем, миллиметр или полмиллиметра, подвесили в воздухе, ну, в этом смысле он бы гораздо лучше работал на мембране, на подвесках, на стекле, на полосках, да? Мембрана мотива, подвесили в воздухе, то многие электродинамические проблемы сразу упрощаются. Здесь к нему уже прилагается антенка. Вот антенну надо юстировать. Чип можно не юстировать, это не так важно. Важно, как антенна расположена с точки зрения поляризации и электродинамики. А он просто не должен быть геотонический контакт. Вот момент, который я тут хотел отметить. Отнюдь никак еще. Вы рассчитывали с линзами поляризации? Я рассчитывал. Рассчитывал? Да. Как-то меняет наличие линзы на поляризацию? И если не точно там идут по центру, а как-то вот под углом. Я сейчас не могу точно сказать цифру. Ну, хоть на пальцем. Вот что-то такое. Общий слабо. Понятно, что влияет как бы не само наличие линзы, а не точность юстировки балометра на подлинзах. Но получался ведь какой результат, что линза, которая непосредственно стоит на кремниевой подложке, на которой балометр, она дает очень низкий коэффициент поглощения. То есть большая часть волны отражается. Она плохо согласована вот с таким маленьким балометром. Балометр у нас, лямбда пополам, это 100 микрон. А линзы 4 миллиметра. Ну, 7 миллиметра. То есть мы не можем концентрировать поле вот так, чтобы в антенке 100 микрон. Она концентрирует поле примерно на 1, ну, до 1, на где-то порядка миллиметра. Вот на этих частотах. Ну, то есть считалось, спорилось и так далее. Все равно все это стремится. А линзы большую линзу брали? 4 миллиметра. 4. Да, 4 раза 7. То есть она, да, она сжимает, она пучок 4 миллиметровый сжимает на 1,3 миллиметра где-то. А балометр все равно гораздо меньше. Либо там надо вот типа спиральной антенны, либо какую-то хитрую конструкцию делать, которая бы еще дальше сжимала. То есть собирала бы это поле. Получалось, что пятно на антенну приходит 0,25 миллиметра. Значит, это 355 миллиметров. Ну, 350, это значит, то есть это пересчет на 150, это будет 0,6 миллиметров. Ну, значит, просто там можно, я считал, простые сферические линзы, да, можно сферические или еще как-то. Там будет, соответственно, пересно поменьше. Но все равно многовато немножко. Вот в этом все особенности. Да ладно. Просто вопрос другой. В подвешенной конструкции мы антенну саму, сам вибратор, можем сделать все-таки там раза в 3-4 больше, чем на крепнее. Не выходя из согласования. За счет этого как раз вот эти проблемы-то исчезают. Потому что тот же зеркало или та же линза, да, она концентрируется там на 0,7, на 1,3 миллиметра. Как ее настроить, с какой кривизной, да? А дальше вот это мы должны вот это пятно перекрыть. В воздухе мы его легко перекрываем антенну. На дремне тяжело. Да тут пятно. Ну, можно такие вопросы посмотреть? Саша Иванович, ну, в итоге все в дискуссии. Да. Как ваше мнение? Какие конструкции могут быть наиболее подпочтительными за управление? Ну, вот один момент, наверное, это слегка разреженная конструкция, в которой ячейки имеют все-таки не очень сильную связь. То есть вот не с такой плотной гармонической связью сетки. С точки зрения просто поляризации рассуждать. Потому что с точки зрения поглощения там вообще, как бы, все понятно достаточно. Хотя бы на модельном уровне. Другое дело, что там на практике совсем другие потери и так далее. А с точки зрения того, как оно поглощает, вот такая сетка, она ведет себя почти как однородную структуру с определенными поправками, конечно. Если она будет меньше четверти длины волны или заметно меньше, то она вообще как однородная себя ведет. Если четверть волны, там, близко к ней... Четверть волны, что, расстояние между ними не легко? Ой, ну, виноват. Каждый вибратор четверть. А четверть длины волны в вакууме или в подложке? Подложке. Подложке. А как же вот у нас длина диполя обычная? А как это? Точнее говоря, нет. А длина диполя? Ну, виноват. Четверть длины волны, это каждый кусочек. Так-то полуволновый диполь. Да. Четверть полуволновый. Ну, а какая эффективная? У эксилента, у антенны на границе раздела свет. Вот расчеты показали. Где-то на 150 гигагерет, 110 микрон. Вот эта сетка лучше работает. Она не считается разрезанной. Нет, мы можем считать, да, сколько на границе диполя. Это известная, в общем-то, вещь, что если у вас есть антенна, диполь простой, да, на границе раздела двух свет, есть некая эффективная эксила. Есть, считали, да. Она там, я не помню, сейчас, 150 гигагерет пополам, где-то, наверное, 150 или сколько-то. Нет, это не эксил, на границе раздела двух свет. Полусумма, по-моему, этих эксилов каждой среды. Расчеты что показали? На границе раздела двух свет кремния с воздухом там получается оптимальный размер сетки 100-110 микрон. Я не говорю, что он совпадает с лямбда пополам так строго по этим расчетам. Это немножко не то. Получается, то, что меньше этого, или там чуть заметно меньше, это уже почти однородная структура, дальнейшее уменьшение там ничего, в принципе, не меняет в характеристиках. Увеличение свыше 150 микрон длины, вот на 150 гигагерет, я говорю, ну, начинается уже от влияния разреженности, дальше оно усиливается. Про зазор или про сетку? Нет, все-таки зазор. Нет, там не зазор, там сплошная гальваническая связь, по-моему, или вот такая, электродинамическая, хотя бы гальваническая связь. Нет, ну понятно, но кто говорит разреженное, это вы говорите... Ну, которое существенно больше, которое заметно больше, чем половинные покажительные рисунки. Гальваническая и эмическая связь это одно и то же, или разное? Вот в ваших словарях, в общем. Ну, а меньше, если... Веди себя прилично. Нет, ну, вопрос-то... Разобраться в технологии-то, чего? Веди себя прилично. Нет, там, еще раз, есть конструкция, где много всяких дополнительных элементов связи, питания, емкости разделительные стоят, или емкости перехода, и есть как бы электродинамическая модель. То есть там, скажем так, полоски из идеального проводника. Гальваническая связь, связь по постоянному току и по всем остальным частотам, по сути. С учетом, естественно. Понятно, вот я это и делаю. Вот это, да. Есть еще вопросы. То есть, скорее, это будут слегка разреженные, на мой взгляд, вот такие сетки. Потому что разреженность, ну, или, скажем, выделение диполи или кусочков антенны, ну, в отличие от плотной решетки, которую ты показывал, можно сказать, плотная решетка, когда расстояние не превышает лямбда пополам. Или близко к этому. Это плотная решетка. У нее сильная связь. Если мы это расстояние увеличиваем, влияние кросс-поляризации уменьшается, связь уменьшается. С этой точки зрения чуть-чуть, значит, падает несколько эффективность приема, но кросс-поляризация будет меньше. Блин, влияние тоже. Ну, тут палка в двух концах. А кросс-поляризация у вас тоже по этой же методике? Ну, я считаю, что это самая честная методика. То есть, падает волна, считается все глобально. Волна падает, мы смотрим, сколько попало во все соседние абсорберы. Поскольку мощность там все равно суммируется, интегрируется. Значит, сколько попало в соседние абсорберы. Вот это в этом смысле кросс-поляризация. Считать попарно, конечно, можно, и считалось, но это не полная картина. Ну, ладно-то, да, поделили рекомендации. Мне спасибо большое. Ну, что, продолжаем дальше. Наш бескарственный глазок. Саша, давай, ты. Ну, а вы очень тихо. Можно микрофон убрать? Да, убрать. Большое здорово, потому что всем хватает. Вот, а вы немножечко подходит следует. Ведь, говорят, что они все, кто пытается умраться. Нет? Давай, obviamente. Нет. 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 Продолжение следует...